Грязная ванна медленно заполняется густой коричневой жижей. Если бы вы знали, как трудно пересилить себя, чтобы сюда сесть. Представим, что это шоколад. Все в шоколаде. Такая ситуация, когда отец афроамериканец, а мама белая. Это особенная молодая нефть, которая называется нафталана. Она не горючая, из нее бензин сделать нельзя. Сато говорят, эта нафталана обладает целебными свойствами. Она заживляет раны, лечит кожные болезни и болезни сердца. Я-то парень здоровый, мне так для профилактики. Вот как грязь. Вот реально нефть, это вот как грязь. Как будто ты упал в лужу. Осень, дождь, представьте. Начинаешь полностью себя обмазывать. Все тело вот этой грязи. Вот так вот руки, грудь, ноги. Нефть очень теплая и какая-то слизкая. А снаружи выглядит так, как будто я взял и натянул на себя латексный костюм. Купаться в ванне можно не больше восьми минут за один раз. А то нефть уже начнет не лечить, а отравлять организм. Как по мне, удовольствие это сомнительное и явно не миллионерское. Мне просто интересно, как я буду отмываться от этого всего. Я вообще ничего не смываю. И еще секретик. Запах этой нефти не вымывается несколько дней. Уже стою, полчаса. По-богатому золотая карпа. У-у-у!